Привет, с вами Велсоком. 2017 год стал прям годом мобильных игр, особенно его конец. Ну, конец всегда особенный. Цивилизация 6 вышла на iPad. Switch завоевывает мировое лидерство. Посмотрите на этот замечательный, особенный Mario Odyssey чехол и такие же особенные красные джойконы. Причем это не мой Switch, это у нас все понакупили, потому что я советовал. LA Noire, Skyrim, Zelda, куча реально годных игр и ты такой, ммм, круто. Switch очень крутая портативная консоль. Я вообще не использую ее в доке и действительно это один из гаджетов года. Но знаете что? Телефончик-то он всегда с собой, всегда есть во что поиграть и главная игра на телефоне для меня, знаете какая? Ну такая, которая уже многие годы со мной, которая не надоедает, которая все время бросает челлендж. Я думаю, вы уже догадались и это Hearthstone. О, это моя персональная игра. Hearthstone еще. Ты все в таверне прояснил. Особенно я полюбил Hearthstone на iPad 12.9, 10.5, на iOS 11, когда можно игру запустить, повесить сверху, например, YouTube-чик, параллельно играть и смотреть что-нибудь в трендах. К чему я это все вам рассказываю? Не так давно я был на Близконище, замечательном событии, где показывали дополнение для Overwatch. Новый Warcraft, который возвращается к истокам и такой бац, без DLC, просто садишься в классику и играешь. Starcraft Heroes of the Storm, ну для меня главным событием стал анонс нового синглплеерного режима, где ты можешь каждый раз бросать себе вызов и идти все дальше и дальше. Забавная ситуация, те, кто любят Hearthstone, они уже играют в дополнение Кобальда и Катакомбы, такие типа, окей, ты нам ничего нового не расскажешь. А те, кто не знают, сидят с лицами типа, что он втирает, вообще ничего не понятно. Все, что вам нужно знать, это то, что лучшая карточная игра от Blizzard, нацеленная на онлайн, стала с полноценным синглплеером. Вот об этом я вам сейчас расскажу. Поехали. А еще знаете, что было круто на Blizzcon'е? Концерт Muse. Хотя нет, на Blizzcon'е было много всякого интересного, если что, напишите мне в комментарии, я там на айфончик снимал, может быть, какой-нибудь вложек соберу. Сколько классных косплееров. Смотрите, какие классные. Еще мне нравится, что есть, по-моему, не все косплееры из Blizzcon'а. Блин, вот этот с бородой вообще лучший. Но это из Overwatch, вот эту девочку в... Нет. Hearthstone это карточная игра во вселенной Warcraft. Все мы играли в первый, второй, смотрели, наверное, фильм, который, кстати, достойный. И здесь очень низкий порог входа. Вы просто проходите тренировочку, идете играть в онлайне, начинаете собирать свою колоду и понеслась. И тебя уже затянуло, и ты такой, бш, через неделю очнулся. Где я вообще? А Hearthstone очень затягивает. Можно сражаться с соперниками в рейтинговых матчах, идти на арену дикую, можно участвовать в потасовках. За эти годы игра обросла таким количеством режимов, что здесь не заскучаешь просто ни за секунду. И знаете, что самое круто? Действующий чемпион мира по Hearthstone официально на Blizzcon'е, наш соотечественник из России. Это очень круто. Вообще, знаете, вот везде, где нужно головой думать, а здесь нужно думать головой, очень неплохо себя показываем. Павел Бельтюков, мне так думается, с очень необычным, неочевидным никнеймом Павел, выиграв чемпионат мира, завоевав первое место, заработал 250 тысяч долларов. Он 98-го года рождения. И я, конечно, его поздравляю, он молодец. И вы тоже, начав играть в Hearthstone, можете стать киберспортсменом и зарабатывать оверт охрена, и все девчонки сразу ваши. И, кстати, как это ни странно, в Hearthstone играет очень много девушек, поэтому это, если что, тема для разговора. Подходишь такой, а у тебя какая колода Навара? Ты вообще в атаку или в контроль? И все, уже диалог завязался. Знаете, еще в чем кайф? Единая учетка Blizzard позволяет мне играть как на iPad, так на iPhone, так, в общем-то, на PC, на MacBook тоже есть. И, на самом деле, Blizzard, я к вам сейчас обращаюсь, сделайте мне Hearthstone на Switch, я тоже буду очень рад. Погнали в приключения. На самом деле, их выходило достаточно много. Здесь что только нет. Это Ледяной Трон, и Каражан, и Лига Исследователей. За все даются дополнительные карты, все они прикольные. Все это развивает дальше игру, но она построена по методу вот этой истории. Камень, ножницы, бумага, сдержек и противовесов. Нет какой-то имбо-колоды, которой всех можно давить. На каждого чара, на каждую колоду есть своя, которая ей полностью противостоит. В общем, это очень интересно. Я хочу сейчас с вами поделиться первым впечатлением от Катакомб, потому что я их запускаю прямо сейчас первый раз. Карты делятся на несколько типов. Есть как непосредственно герои, так и заклинания, и так далее. Но меня устраивает все для начала. В данном случае я даже не знаю, какая у меня колода, но это такой вводный курс в игру. Ну что, крыса, до свидания, наверное. Сыграл первый разминочный раунд с гигантской крысой. Не буду вдаваться в подробности, но я тактически ее переиграл. И смотрите, что происходит. Мне даже не нужно выставлять никаких героев на стол. Я просто нажимаю кнопку «Закончить свой ход». И поскольку у нас двоих закончились карты, то он просто умирает от усталости, потому что в колоде ничего нет. Валя, тактик и стратег. Приятно, приятно. И сразу меня радует комплектом карт коллекционных. Давайте их вместе откроем. Что же мне интересного попадется? Оцените, как классно сделано. Просто вот нюансы, графика. Я бы даже сказал, в целом дизайн игры потрясающий. И мне попадаются карты для разных классов. Есть, которые подходят каждому. Ну и самый, конечно, кайф это вытащить какую-нибудь особую легендарную карту. Вдруг нам повезет? Желтое свечение, это значит нам повезло. Опа, смотри-ка. Тадыщ! Шаман! Ручное коп... Рунное копье? Вау! Еще! Уху-ху-ху! Вот это неплохой наборчик нам попался. В этот раз не так повезло. И вдруг что-то интересное ждет меня в последнем наборе. Пау! Так. Разбойник. Мне бы для воина чего-нибудь годного. Не в этот раз. Ладно. Пошли дальше сыграем. Ух ты! За первого побежденного персонажа мне предлагают выбрать сокровища. Итак, я могу взять... Мое оружие стоит одну ману. Пассивный эффект у ваших существ, постоянно маскировка, круто. И существа противника стоят на одну ману больше. Давайте... Давайте пассивный эффект маскировка. Годная история. Мы с вами должны выбрать добычу, с кем мы будем дальше сражаться. И я хочу, наверное, легендарных существ, конечно же. Конечно же. Так. Я тут дособрал свою колоду, в том числе легендарными существами. И погнали. Второе испытание. Первое мне зашло. Оно было достаточно простое. Но уже сразу с челленджем, о чем я говорил в начале. Все не так просто. Не очень мне нравится стартовая рука. Поменяю-ка я две карты. Мне нужны за маленькое количество маны, чтобы я мог сразу что-то делать. Вот единичка, двоечка, как по заказу. И элемент вот этого вот набора карт, то, что постоянно перетасовывается колода, выносит определенный момент тактики и стратегии в каждую игру. Потому что даже если у тебя колода укомплектована крутыми картами, просто может не пойти, собственно, удача. И ты такой, и все время тебе идет не то, что надо. У тебя в самом начале игры высокоуровневые персонажи. И ты такой, блин, ждешь, когда же наконец-то вылетит тот самый, а он все никак не появляется. Вот это тоже нужно учитывать. Именно в этом вся прелесть Хэрстоуна. Если даже сейчас вы не до конца понимаете, в чем прикол и радость, на самом деле, еще раз, попробуйте две минуты и вы их кеме. Хэрстоун на рынке уже несколько лет. За это время он оброс огромным количеством дополнений, карт и так далее. Здесь много всего разного происходит. По сути, главная задача убить вашего оппонента. Вот его Хэпэ. И все, что он выставляет на стол, это не так важно. В данном случае он заблокировал мое заклинание. Зараза, поэтому мне придется пожертвовать своим другим персонажам. И на самом деле это очень медитативно, потому что ты никуда не торопишься. Ты можешь сидеть, аккуратненько изучать стол, продумывать свои ходы. И это реально очень захватывает. И это, главное, не скучно, потому что, вы видите, происходит постоянно анимации. Что-то колдуется, что-то там еще. Это здорово. Мне основную колоду, которую я играл, играю до сих пор, это Control War. Собирал, вы не поверите, Алекс Гуфовский. Мы с ним сражались вместе, и с тех пор, как я, в общем-то, начал, я только наращиваю свой потенциал. И часто нагибаю прям очень злых ребят, что, конечно же, дико радует. Очередная победа! И снова я двигаюсь дальше в своих приключениях. Карточные игры это всегда было, ну, не супероднозначно. Magic the Gathering какой-нибудь. И Blizzard, наверное, это первый удачный вариант, когда они взяли достаточно сложную механику, раскрученную вселенную, соединили это все. По-близзардовски все это красиво, классно нарисовали и сделали нам хорошо. Я вот сейчас просто кайфую, реально. Меня идут испытания, я зарабатываю очки, колоды, я прокачиваю своего персонажа, получаю новые какие-то навыки. Блин, красота. У каждого героя есть свое уникальное способность, и в данном случае мы сражаемся с проходчиком-хамом, и у него есть нестабильный взрыв, который наносит одну единицу урона двум случайным противникам. И вы знаете, Хилл так раздражает, потому что Бан оставил своих замечательных бойцов, а он их все время коцает. И стоит у него все это единичку. Че ты делаешь? Остановись! Но смотрите, в чем тактический прикол. Нестабильный взрыв случайным противникам наносит одну единицу урона. А у меня есть разъединенный ворген, который при иступлении, когда его ранят, получает плюс один к атаке. Соответственно, если он сейчас использует свою силу героя, давайте посмотрим, да, и прилетит воргену, то он становится на одну силу мощнее. И, соответственно, тихо, ты-то куда со своими бочками? А вот он еще и своему же хозяину напехал. Молодец, нормальная тема. А мы его еще усилим. Вот он уже злой. И сразу на шестерку, на в лицо. А у нас иступление ветра еще, соответственно, он может заход атаковать дважды. На второй раз в лицо. И буквально на середине партии Валя побеждает, потому что стратежно выступил. Так, я еще сокровища раскопал. Мешочек с монетами. Заполняет вашу руку монетами. Нахрен не монеты. Ваши существа на этом ходу стоят ноль. Охренеть, вот это крутяк. Это просто разрыв. Блин. Так, 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 так. Служитель Боли. Служитель Боли крутой чувак. Хочу его взять. Берсерком стану. И погнали. Афка. Афка. Смешно. Блин, по-хорошему надо заканчивать ролик, но не могу оторваться. Серьезно? Бля, хуя, ну вообще. Сидишь, играешь, как этот. Наращиваем броню. Пока ходить нечем. Блин, на самом деле я все, что хотел, рассказал. Очень крутое дополнение, но не могу оторваться. И смотрите, какой замечательный у нас сейчас противник. Афка. И у него есть сила героя, которая называется безделье. И сила героя не делает ничего. Лучший персонаж, абсолютно лучший. Все мои существа на этом ходу стоят ноль. И я просто их вот так вот выкидываю. Раз. Служитель воли. Два. Вот этот замечательный три. А вот этот еще служителя на единичку сейчас кинет. И он за это мне карточку подарит. Ты понимаешь, что происходит? Раз. А, не туда кинул. Ладно, промахнулся, но не проиграл. Я просто уничтожил героя, который за этот раунд ничего не сделал. Ну, действительно настоящий АФК. Прими в лицо, пожалуйста. Ха-ха-ха. Я была не готова. Я думаю, вы поняли, в чем прикол. Сделано на высшем уровне. Впереди новогодние праздники. И если вам будет нечем заняться, если вы слышали про Hearthstone и думали, это какая-то сложная карточная игра, в чем прикол. Ничего сложного. Все очень бодро. Она сама free to play бесплатная. И денежку вкладывать не обязательно для того, чтобы нагибать, для того, чтобы развиваться. Играешь, получаешь. Очень щадящая модель. Хочешь все и сразу. Можно, как Валя, задонатить. И все будет. Но самый кайф это расти потихонечку. И в этом действительно прелесть Hearthstone. Так что смотрите по ссылочке в описании, если что, для вас оставил. Я, кстати, тут глянул. У меня аж 4 ролика про Hearthstone на канале выходило. Но люблю эту игру. Че ж со мной? Извините. И подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если было интересно. Если любите Hearthstone. И, конечно же, можете стать киберспортсменом. Тоже приятный бонус. И совсем скоро увидимся. Пока.